Саратовская городская дума приняла бюджет областного центра на следующий год. Финансовый документ сверстан консервативным с учетом сложных экономических условий. Тем важнее даже небольшие бюджетные деньги потратить максимально полезно, уверяют депутаты. О том, какие суммы и на какие сферы городской жизни направят в следующем году, в нашем следующем сюжете. 54 заседание городской думы. Депутаты поздравляют друг друга с наступающим и засучив рукава, приступают к главной теме повестки – городскому бюджету 2016. Прогнозируемые доходы – 11 миллиардов 140 миллионов рублей. Расходы – на 242 миллиона больше. Дефицит бюджета – почти 4%. Львиную часть казны примерно две трети потратят на социальную сферу. Так что зарплаты бюджетникам гарантированы. Но многим направлениям придется ужаться. Так, на ремонт и содержание городских дорог выделяют 848 миллионов рублей. Городские власти не скрывают, что необходимо в разы больше. Но и то, что есть, нужно тратить с умом. А в будущем году Саратову обещаны более серьезные средства на ремонт дорожного покрытия. Перед тем, как нам заниматься дорогами, нужно в первую очередь заниматься коммуникациями. Потому что если коммуникации мы в городе не поменяем, то все сделанные дороги – это просто выброшенные деньги. Это первое. И второе. Тротуарами нужно заниматься, будет не асфальтировать, как это на Московской сегодня происходило до недавнего времени, а все-таки переходить на технологии по укладке плитки. Иначе при асфальтировке то же самое – это зарывание бюджетных средств и деньги на ветер. В будущем бюджете запланированы расходы на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья – 140 миллионов рублей. И еще на 45 миллионов приобретут квартиры по решению суда. Саратов-Гор-Электротрансу на возмещение затрат по перевозке пассажиров выделят 100 миллионов рублей. Недостаточно, но лучше, чем ничего. А вот многострадальному Саратов-Водоканалу с его изношенными сетями никаких добавок. Проблемное хозяйство планируют передать в концессию, как сделали, например, в Волгограде. И получили миллионные рублевые вливания и отремонтированные километры труб. Но в Саратове инвесторы не горят желанием брать на себя вместе с предприятием его долги. Сейчас это почти миллиард рублей. И половина этих денег практически потеряна из-за действий недобросовестных управляющих компаний. Управляющие компании используют все возможности свои, которые сегодня есть. Используют то, что у Водоканала нет возможности отключить неплательщика. Соответственно, некоторые управляющие компании этим прекрасно пользуются. Те деньги, которые они собирают, они их используют по своему назначению, обналичивают, уводят, бросают компанию, открывают новую и работают. Порядка 450 миллионов за сегодняшний день денег, которые получить Водоканал не сможет никогда. Большой финансовой подмогой бюджету стали бы налоги. В этом году Саратов собрал около 100 миллиардов рублей налоговых отчислений. Но в городе останется всего около 6% от этой суммы. Таково бюджетное законодательство. Вопрос о перераспределении налогов в пользу муниципалитетов Олег Грищенко поднимал не раз. В том числе на недавнем заседании Ассоциации городов по Волжье в Оренбурге. Пока ситуация не изменилась. Так что за бюджет Саратова на 2016 год депутаты голосовали с учетом сегодняшних реалий. Проект принят большинством голосов. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РНТВ, Саратов.